Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 26 октября. Светитель Феофил, архиепископ Новгородский, был избран по жребию после смерти святителя Иона, умер в 1471 году, память 5 ноября, и возведен в стан архиепископа Новгородского 15 декабря 1472 года в Москве. До возведения сан архиепископа он подвязался ризничим в Отцинской пустыне. Трудный жребий выпал на долю святителя по управлению новгородской паствой. Посадница Марфа Борецкая и ее переверженцы вооружали и возмущали народ против великого московского князя Иоанна III, а монах Пимен, сторонник Борецких, разжигал в пастве ненависть к архиепископу. Некоторые из новгородцев склонялись перейти на сторону Литвы, изменив московскому князю, готовы были пойти на вероотступничество. Святитель Феофил остановил мятежных новгородцев. «Не изменяйте православие, или не буду пастырем отступников, уйду назад в смиренную келью, откуда извлекли вы меня на позорище мятежа». Сохранилась отреченная грамота святителя, написанная в 1479 году. Однако ослепленный народ не внимал словам пастыря. Между Новгородом и Москвой разгорелась междоусобная война. Разбитые новгородцы вынуждены были просить пощады, и многие из них обязаны жизни заступничеству святителя. В 1480 году святитель Феофил был отправлен Иоанном III на заточение в Московский чудо-монастырь и сидел полтретья лета, ту и приставися. По преданию, когда святитель Феофил лежал больной в чудовом монастыре, во сне явился к нему новгородский святитель Нифон, умерший в 1656 году, похороненный в пещерах преподобного Антония Печерского, и напомнил об обещании поклониться печерским чудотворцам. Святой архиепископ отправился в Киев и уже приближался к Днепру, как болезнь его усилилась, и он получил откровение, что хотя не дойдет живым до пещер, но тело его упокоится в них. Это исполнилось. Память его совершается также с Собором Дальних Пещер 28 августа и во вторую неделю Великого Поста общим Собором Киево-Печерских Отцов. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok